Привет-привет, меня зовут Катя, а это моя бульдожка Рози, и сегодняшний ролик будет посвящен играм. Я расскажу, какие виды игр существуют, объясню их правила и проговорю, какие игры полезны играть собакой, а какие игры, наоборот, опасны для питомцев. Будет информативно и интересно. Погнали! Первый раздел – пищевые игры. Задача в этих играх – достать корм или лакомство. Эти игры отлично развивают у собаки пищевую мотивацию, поскольку здесь питомец самостоятельно должен достать еду. Давайте на примере покажу несколько игр. Ну, наверное, самая популярная – это игрушка Конг. Внутрь Конга кладется какое-нибудь лакомство и выдается собаке. Задача питомца – достать это лакомство. Иногда хозяева смазывают внутреннюю часть фаржем или консервами, замораживают на некоторое время и потом выдают собаке. И в итоге питомец долго-долго облизывает лакомство. Но по секрету скажу, что использовать можно не только Конг, но и обычные игрушки. Мячики, косточки, в которых можно просунуть еду. Я раньше использовала вот такую резиновую косточку, но потом собака, которая была у меня на передержке, погрызла ее, и теперь мы ей не пользуемся. Но в качестве примера, вот, внутрь мы кладем вкусняшку, и собака ее добывает. Еще одна популярная пищевая игрушка выглядит так. Вы берете бутылку, засыпаете внутрь лакомство. У меня это говяжьи кишки. Дальше проделываете в бутылочке небольшие отверстия. Все можете выдавать собаке, и она несколько минут будет занята добыванием еды из бутылки. Опа! Первая вкусняшка, да? Вот молодец! Еще одна вкусняшка, да? Многие хозяева возмущаются, что собака может пораниться, но это не так. Во-первых, собака носиком катает бутылку, и зубами вообще не трогает ее. Во-вторых, за игрой следите вы, хозяин. И при наблюдении, ну, с собакой навряд ли что-то может случиться. Идем дальше. Второй раздел. Метательные игры. Суть метательных игр в том, что вы кидаете собаке. Мячи, кольцо или летающие тарелки. Задача собаки сбегать за предметом и принести его вам обратно в руки. Но собака может от этого перевозбудиться. Многие хозяева думают, что чем дольше кидаешь мячик, тем собака сильнее устает. Но это не так. Собака с каждым днем становится все выносливее. И утомить ее становится очень сложно. Для того, чтобы собака реально уставала, нужно добавлять какие-то умственные нагрузки. Например, вы можете дать собаке команду сидеть. Она должна сидеть, а в этот момент бросить мячик. Собака, естественно, захочет побежать за ним. Но так как вы ей дали команду, она должна оставаться на месте. И только потом, когда вы ей говорите принеси, она может сбегать за мячиком. Вот такие уловки очень сильно нагружают собаку ментально. Ну или можете делать так. Кинули несколько раз мячик собаке и потом повторили команды. Кидать мячик там по 50, по 100 раз, ну, это ни к чему хорошему не приведет, поверьте мне. Третий раздел. Перетяжки. Обязательно каждому хозяину нужно играть в перетяжки. Они устанавливают между вами и собакой доверительные отношения. А еще собака становится увереннее, играя в перетяжки. Как это работает? Вы подаетесь питомцу, собака чувствует себя самой сильной на свете и ощущает себя намного лучше и увереннее. Ролик о перетяжках у меня уже есть на канале. Там я подробно рассказываю обо всех правилах и нюансах. Если не видели, обязательно посмотрите по ссылке. Если говорить кратко о правилах, то движения должны быть плавными и без резких рывков. Обязательно эмоционируйте во время игры и хвалите собаку голосом. Не нужно забирать канату собаки со всей силы. Наоборот, поддавайтесь ей. Говорите, какая она классная, какая она сильная. Пусть она это прочувствует. Используйте такой метод. Натяжение, расслабление. Натяжение, расслабление. И также можно добавить встряхивание. Собаки это просто обожают. Игрушки-головоломки. Они продаются в зоомагазинах, но, как правило, стоят дорого. Сейчас расскажу, как можно их сделать в домашних условиях. Возьмите полотенце и разложите по всей площади вкусняшки. После этого скатайте полотенце в колбаску. И дайте собаке команду «Ищи!». Все, задача питомца самостоятельно додуматься, как достать вкусняшки. Каким образом это можно сделать. Конечно, это упражнение не на каждый день. Но для разнообразия вполне можно добавить. Также можно поиграть в такую игру. Вы берете ненужную коробку, кладете в нее смятые листки бумаги, раскидываете по всей площади корминки и даете собаке команду «Ищи!». В общем, принцип такой же, как и в прошлой игре. Собака должна найти все вкусняшки. Раз в месяц можно заморочиться и поиграть в такие игры. Ну а теперь поговорим об играх, в которые нельзя играть с собакой. Конечно же, в этот список войдут лазеры и солнечные зайчики. Они могут вызвать у собаки невроз и перевозбуждение, поскольку эти объекты невозможно поймать. Неловимое яйцо. Его принцип заключается в следующем. Это пластиковое яйцо со смещенным центром тяжести. Из-за своих особенностей его тоже невозможно поймать. И собака долго-долго пытается его догнать, и у нее не получается. В итоге собака перевозбуждается из-за того, что никак не может завершить действие. Лучше использовать обычный мячик. Кстати, о мячах я хотела бы поговорить отдельно. Не стоит покупать собаке слишком маленькие мячи. У меня была собака на передержке, которая проглотила случайно мяч, потому что он был слишком маленький для нее. Поэтому покупайте мячи, которые больше, чем пасть собаки. Также к опасным игрушкам я отнесу плюшевых, зайчиков, ежиков и так далее. Дело в том, что у этих предметов есть маленькие усики, глазки, носики, которые собака легко может отгрызть и проглотить. Поэтому выбирайте максимально простые игрушки. Палки. Многие хозяева любят взять на прогулке какую-нибудь палку и покидать ее своему питомцу. Но лучше этого не делать. На палках могут содержаться различные бактерии инфекции. Щепки могут впиться прямо в десна собаки, и у нее может начаться воспаление. Короче, лучше выбрать обычные игрушки, которые еще после прогулки можно помыть, и на них вообще не будет никакой грязи. Таким образом, к опасным игрушкам относятся лазеры, неуловимое яйцо, палки, игрушки с маленькими деталями и слишком мелкие мячи. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, не забывайте ставить палец вверх. Ну и, конечно же, пишите мне в комментариях, какие видео вы бы еще хотели увидеть на моем канале. С вами была я, Катя, и моя бульдожка Рози. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok